Субтитры делал DimaTorzok Предложил своим сотрудникам взять альфа-источник Вы знаете, было открыто атомное ядро О чем предложил взять источник альфа-частиц И начать облучать золотую фольгу К чему это привело? Это привело к тому, что альфа-частица рассеивалась на ядре золота 197 И Резерфорд вопреки утверждениям классической физики Вот это очень важный момент Сказал, что на самом деле атом имеет сложную структуру И устройство атома такое В центре атома находится массивное, тяжелое, положительно заряженное ядро Вот было дано представление об атомном ядре Которое окружено электронной оболочкой Что здесь, почему сложно было сделать такой вывод? Потому что согласно законам классической физики Если электрон вращается вокруг положительно заряженного ядра Он должен терять свою энергию Потому что это движение ускоренное И упасть на ядро Атом существовать в такой модели в классической физике не может Но мы с вами сегодня знаем Что на самом деле электрон там не крутится вокруг атомного ядра Он находится в определенных стационарных состояниях Понятно, да? Это дала нам вот такое представление об атомном ядре Квантовая теория Таким образом, вот первая реакция Открыто атомное ядро Дальше у Ридерфорда была проблема Которую он пытался решить А что из себя представляет атомное ядро? Для этого он взял альфа-частицы И начал бить теперь не по тяжелому ядру А по легкому ядру Для того, чтобы кулоновское взаимодействие Позволило ему как можно ближе подойти к ядру Потому что между налетающей частицей И мишенью, на которой налетают Существует кулоновское отталкивание Поэтому он взял легкое ядро Н14, видите? Значит, облучал альфа-частицами И обнаружил, что из ядра вылетают Положительно заряженные частицы Протоны, вот они Они имеют такую массу, как Ну, примерно Масса атома водорода Атома водорода И утверждение Которое было сделано Первое Внутри атомного ядра находятся протоны Раз Второе Видите, ядро Н14 Здесь О17 То есть в результате ядерной реакции Мы с вами можем одно ядро превратить в другое Вот то, о чём мечтали алхимики Брать артуть, получать золото Ничего у них не получалось Ясно совершенно, да? Вот почему А здесь, вот, пожалуйста, видите Ядро Н14 превращается в ядро О18 И сразу же возникла Новая модель Атомного ядра Которая Представляла из себя следующее Вот у вас имеется ядро В котором находятся протоны Так? Но нам надо было Сделать правильную массу Атомного ядра И поэтому мы говорим Что число протонов Вот в этом ядре Н14 Вот А для того, чтобы получить нам Заряд 7 Этого ядра Мы должны добавить туда В ядро электроны Протоны и электроны Ну а что здесь такого? Во время бета-распада Мы видим, что из ядра Вылетают электроны Так? Поэтому казалось, всё логично Но Возникла проблема А почему Электроны сидят Внутри атомного ядра? Если они ограничены Вот в таком Очень маленьком объёме То они должны иметь Очень большую энергию И вылетать из ядра Ну не могут ядро их удержать Они должны из ядра вылетать Поэтому Вот это была такая проблема Резерфорд тогда Сказал, что На самом деле Электроны, которые находятся Вот окружает Атомное ядро Это одни электроны Электроны, которые Связаны С протоновыми ядрами Это другие электроны Там получается такое Нейтральное связное образование И это позволило Чедвигу Когда он обстреливал Альфа-частицами Ядра бериллия Так Обнаружить нейтрон Это то самое Якобы связанное состояние Протона и электрона Вот нейтрон Так Но мы сегодня знаем Что это на самом деле Нейтрон Самостоятельная частица Это никакое Несвязанное состояние Протона и электрона Так И как только Вот это было Получено Возникла Модель ядра Которая существует На сегодняшний день Атомное ядро Состоит из протонов И нейтронов Вот оно Видите Протоны и нейтроны И Вот под действием Альфа-частиц Мы вот Поняли полностью Как устроено Атомное ядро Вот Атомное ядро Существует В атомном ядре Есть протоны В атомном ядре Есть нейтроны Дальше Следующее Мы берем Альфа-частицы И обстреливаем Ядро алюминия 27 Видите Алюминия 27 И при этом Оказывается Что ну Здесь все Как обычно Вот появилось Ядро фосфора 30 Появился нейтрон Ничего обычного Нет Но Смотрите Что происходит Мы выключаем Источник облучения Альфа-частицу Ну Ставим Фольгу Просто Все Перекрыли источник А из ядра Фосфор Продолжают Вылетать Какие-то положительно Заряженные частицы Почему А потому что На самом деле Впервые В результате Вот этой реакции Образовалось Радиоактивное ядро Видите Вот Бета плюс Радиоактивное ядро Вот Оно распадается С периодом полураспада 2,5 минуты Вращается ядро кремния Таким образом Посмотрите Имея Альфа-источник И с помощью этого Альфа-источника Было сделано Несколько Выдающихся Открытий Открытое ядро Получен состав Атомного ядра Получено Значит Впервые Явление радиоактивности Мы поняли Что мы можем Получать новые Радиоактивные элементы Потому что Стабильный элемент Фосфора Это Фосфор 28 Таким образом Мы Фосфор 29 Силициум 28 А фосфор 29 Таким образом Вот мы Имеем вот такое ядро Так Которое является Радиоактивным А это вот стабильные ядра Ну и мы с вами Говорим о том Что все это происходит В результате ядерной реакции А что такое ядерная реакция Это Процесс Который происходит Когда вы берете Какое-то ядро Которое мы называем Ядро мишень Вот понятие мишень И ударяем по этому ядру Другой частицей Этой частице может быть протон Этой частице может быть пемизон Но в ядерном физике Обычно это протоны Нейтроны Или ускоренные частицы Другие Так Это налетающая частица Называется ядро снаряд Мишень И снаряд налетающий Таким образом Вот Возникло понятие Ядерной реакции А ядерная реакция Это Процесс взаимодействия Между мишенью И налетающим снарядом Теперь давайте Посмотрим Вообще Как это происходит Ну мы Должны у себя В голове создать Некоторую модель Вот смотрите Падающая частица Вот эта желтенькая Это есть ядро Область взаимодействия Значит падает частица Вот она Попадает в область взаимодействия И дальше из области взаимодействия Вылетают продукты Реакции Значит что мы имеем Мы имеем вначале Падающую частицу Ядро И дальше Вот мы видим Продукты реакции Которые вылетают Теперь что происходит В ядре Ну давайте вот подумаем В ядре может происходить Следующее Вот Альфа частица Налетает Вот в опыте Резерфорда Она еще даже Не подошла К ядру К лонским полем Она отклоняется Вот этот процесс Называется Упругое рассеяние Упругое рассеяние Видите Упругое рассеяние Потенциальное рассеяние Как оно может быть Оно может Что такое вообще Упругое рассеяние Упругое рассеяние Это процесс В котором Внутренние Вот Обратите внимание Внутренние характеристики Частицы Налетающей И ядра мишени Не изменяются А что изменяется Изменяется Инергией Импульс Налетающей частицы Вот Налетела частица Полетела куда-то С какой-то Энергией Под каким-то углом Значит у нее Изменилась энергия Изменился импульс Она часть энергии Отдала ядру Таким образом Вот это Процесс Упругое рассеяние Теперь дальше Частица Вошла В ядро И здесь Могут быть Два типа Процессов Крайне Прямые процессы Что такое Прямой процесс Вот вы имеете ядро Вот оно Вот этот нуклон Налетающая частица Ударила по этому нуклону Выбила этот нуклон А все остальные нуклоны Это не почувствовали Так Прямой процесс То есть ядро Сильно не возбудилось А в результате Того что налетела частица Она выбила Один из нуклонов ядра Либо фрагмент выбила Ну допустим Альфа частицу Одним образом Это вот прямой процесс Дальше Что может быть еще происходить Смотрите Вот есть ядро Налетела частица И застряла там В этом ядре Потеряла свою энергию Ядро забыло О том Как оно получило Эту энергию Вот допустим Ядро Силициум-28 В него влетел нейтрон Получилось ядро Силициум-29 Так Оно не помнит уже Это есть Отдельное самостоятельное ядро Оно кипит Между нуклонами происходит Перераспределение энергии Наконец эта энергия Скапливается на каком-то Фрагменте На каком-то нуклоне Протоне Нейтроны И эта частица Ядра вылетает То есть ядро Видите Забывает О том Как оно образовалось Получилась такая Составная система Из этой составной системы Вылетает Какой-то фрагмент Вот то что мы с вами Говорим Вот оно Продукты реакции Вот они Видите Продукты реакции Ну и ясно совершенно Что между этими двумя Крайними случаями Всегда будет вот такой Предравновесный процесс Когда И то играет роль И это играет роль Так Прямые процессы Это характерное время Какое? Чтобы ядро Не успеть возбудить Это время пролета Налетающие частицы Через ядро Со скоростью света Вот параметр 10 минут 24 секунды 10 минут 23 секунды И вот это вот время Прямых процессов Составное ядро Оно живет гораздо дольше Но мы Сегодня более Подробно поговорим Вот это входной канал реакции А это выходной канал реакции Видите? Входной и выходные каналы реакции Теперь дальше Вот смотрите Что я Делаю и что я вижу Я имею ускоритель Так Который у меня дает Какое-то число частиц Ж Это поток частиц Через 1 квадратный сантиметр Поверхности мишени Вот у меня имеется мишень Ускоритель Этот ускоритель дает Поток частиц сюда Дальше В зависимости от того Какое число частиц В кубическом сантиметре Н У меня будет Число вылетающих частиц Чем больше Н Тем больше вылетающих частиц Одно дело Когда у вас газовая мишень В кубическом сантиметре Частиц мало А другое дело Твердая мишень Правильно? Пропорционально Н Число частиц В кубическом сантиметре Дальше Толщине мишени Видите? Чем толще мишень Тем больше будет вылетать Число частиц И наконец В площади облучаемой мишени Почему? Потому что здесь стоит G Поток через 1 квадратный сантиметр Значит, если я облучаю 1 квадратный сантиметр То число частиц будет 1 Если 2 квадратных сантиметра То число частиц будет 2 раза больше Ну и наконец Основная величина Которая характеризует Что у меня происходит в этом ядре Это вот сечение реакции Видите? Это вероятность процесса Таким образом Вот налетает Вот эта мишень И это я наблюдаю Теперь смотрите Что? Как обычно мы делаем эксперимент? Обычно мы делаем эксперимент Таким образом Вот у меня имеется Мишень моя Вот имеется поток частиц Налетает И где-то под каким-то углом Я устанавливаю детектор Он перекрывает Он перекрывает какой-то телесный угол И частицы вылетают Под этим телесным углом Поэтому наряду Вот с полным числом частиц Которые вылетают В результате ядерной реакции Мы видим дифференциальное сечение Видите? Частицы, которые вылетают Внутри телесного угла Д омега Под углом Тета и фи Вот оно, видите? Здесь вот Это полное сечение Интегральное сечение А это дифференциальное сечение Число частиц Которые вылетают Под углом Тета и фи И их видит детектор Который имеет Телесный угол Д омега То есть, видите? Все прозрачно совершенно Мы с вами имеем мишень Налетают частицы И мы видим Что-то там вылетает Фиксируем И в зависимости от того Что мы видим Мы создаем Какие-то модели реакции И пытаемся понять А что же там вообще, говоря, происходит Ну, теперь Как У нас и в классической физике И в квантовой физике Когда у нас происходят Какие-то процессы У нас всегда выполняются Определенные законы сохранения Какие законы сохранения? Закон сохранения Числа нуклонов Откуда он взялся? Вы уже хорошо знаете Закон сохранения Числа барионов Нуклоны Протоны Нейтроны Являются Барионами Правильно? Поэтому Закон сохранения Числа барионов В ядерных реакциях Вращается в закон Сохранения Числа нуклонов Но До какого момента Это происходит? До того момента Пока у нас не начинается Рождение Античастиц Поняли, да? Потому что Тогда уже не нуклоны А вы должны взять Суммарное число Чистоц и античастиц Таким образом Вот это Закон сохранения Электрического заряда Ну вообще Мы тут обсуждать нечего Это хорошо представляете себе Закон сохранения Энергии Закон сохранения Импульса Ну это опять Закон сохранения Классической физики Они в данном случае Работают И к чему это приводит? Вот смотрите Если я имею Вот такую реакцию Частица А Видите Маленькая частица А маленькая Налетает на Массивное Ядро А В результате Вылетает частица Б И Остается Частица Б Ядро Значит Ну это вот Например Была альфа частица А это Был протон Нейтрон Или еще что-то В этом духе И мы можем вести понятие Энергия реакции Что такое Энергия реакции? Это Энергия Покоя Видите МС квадрат Начальная Частица Вот оно А И А И энергия частиц В конечном состоянии Б и Б Это называется Энергия реакции Ку Частица А Видите Налетает На А Большое Вылетает Б маленькое И Б большое Значит Мы берем Разность Вот этих Масс И разность Вот этих Масс Ну и теперь Мы с вами Понимаем Следующее Что если у меня Вот эта величина Больше нуля То реакция будет Проходить При любой Энергии Потому что я Образую систему Которая Получается Имеет Большую энергию Чем частицы Которые у меня Получаются В конечном состоянии Их энергия Покоит Таким образом При этой Энергии Она будет Происходить Всегда Когда у меня Ку Больше нуля А если Ку Меньше нуля То тогда Я для того Чтобы данная Реакция Осуществилась Что я должен Сделать Я должен В мою Систему Внести Энергию А каким Способом Я могу Это сделать Я могу Сделать Это только Одним Способом Я должен Взять Частицу А Ускорить Ее Дать ей Дополнительную Энергию Тогда она Внесет Эту энергию В ядро И ядро Может развалиться Поэтому между энергией Реакции И порогом Реакции Существует Вот такое Соотношение Видите Сюда входит М А маленькое М А большое М Б маленькое М Б большое И вот это Вот эта величина Называется Энергией реакции Вот она здесь стоит Вот она И дальше Вот эта величина Называется Порог энергии Порог реакции Что такое Порог реакции Это Минимальная Тинетическая энергия Налетающей частицы При которой Может происходить Данная реакция Теперь Вот смотрите Порог реакции Выражается Таким образом Через массы Налетающих частиц Видите Через массы Налетающих частиц Вот она Так выражается Ку Это вот Эта величина Теперь давайте Посмотрим Что такое Эта величина Эта величина Гораздо меньше Вот эта величина Ну она порядка 5 мэв 10 мэв Ну 15 мэв Так По сравнению с А А что такое А Это ядро Ну допустим Самое легкое ядро Возьмем Протон 10 мэв Отнесенное 940 мэвом Поэтому Вот этой величиной Мы можем С вами Пренебречь И получается Вот такая простая Формула Ку Вот эта величина Единица Плюс Ма маленькая Деленная на Ма большое Теперь посмотрите Какая физика За всем этим стоит А физика стоит Вот какая Вот у меня имеется Ядро Налетает частица Налетающая частица Имеет энергию Правильно? Значит она движется Какой-то скоростью Значит раз она имеет энергию Движется Какой-то скоростью Она имеет импульс Поэтому она В систему Вносит этот импульс И продукты реакции Должны с этим Импульсом Тоже вылететь Поэтому закон Сохранения импульса Приводит Вот К этому соотношению Чем Больше Вот Чем меньше Это соотношение Тем ближе Порог реакции К энергии реакции И теперь смотрите Интересная вещь Казалось бы Ну что Возьмем ядро Альфа-чтицу И налетает оно На ядро свинец И там какая-то реакция Видите там B Не входит Альфа-чтица Налетает на ядро свинца Одна реакция А другая реакция Ну возьмем Повернем Вот есть Альфа-чтица Ядро гелия Налетает на нее свинец Пороги реакции Будут кардинально Отличаться Почему А потому что Смотрите Здесь стоит Налетающая чтица А здесь мишень Когда у вас Налетает свинец Вот эта величина Будет 208 А здесь Будет 4 А когда Налетает альфа-чтица 4 208 Поняли да Казалось бы Ну что Ну покоится Это налетает Здесь обернули Налетает То это Покоится На самом деле Вот закон сохранения Импульса Приводит Такой величине Ускоряем частицу Мучаемся Для того Чтобы какие-то Новые реакции Открыть А все уходит Куда-то Бесполезно Вот движение Центра масс Что же нам делать Есть очень Интересный выход А давайте Сделаем так Чтобы вот эта Энергия В пустую Не тратилась Возьмем Одну частицу Возьмем Другую частицу Два протона Например Два ядра Свинец 208 Ускорим До одинаковой Энергии Столкнем Импульс Ноль В пустоту Ничего не уходит Все уходит В продукты реакции Поняли, да? Отсюда идея Организовывать Встречные пучки Ну как всегда Знаете Природа нам Дает Какой-то подарок Но одновременно Нас ограничивает Вот встречные пучки Это подарок Но В чем ограничение Когда вы берете Мишень Там Твердую мишень Бьете по ней Частицами У вас Число частиц Мишени Большое А когда вы берете Два ускоренных пучка И сталкиваете их Между собой Плотность И частиц Вот это Н Оказывается Очень маленьким И поэтому Столкнуть пучки Так, чтобы они В тощие соприкосновения Имели максимальную плотность Были максимально сжаты Вот это Основная проблема Ускорителей На встречных пучках Вот это Основная проблема Поэтому вот Ускорять частицы Это целая проблема Чтобы они в процессе Ускорения Не рассыпались бы Вот это Основная проблема Таким образом Вот смотрите Вот постарайтесь Вот эту формулу Запомнить Она очень легкая Видите Здесь Разность между Массами начальных частиц Это массы конечных частиц Вот здесь стоит модуль этой величины Единица Плюс МА маленькая Деленная на МА большое Формула довольно простая Таким образом Вот это Порог реакции Ну и далее Закон сохранения Момента количества движения Ж И четности П Значит Вот частица А налетает Она имеет Какой-то момент Количества движения Спин ее Это спин Мишени Это орбитальный момент На летающей частице Относительно Вот этого ядра А относительно А Ну и то же самое Стоит справа Б Маленькое Б большое И вот это Орбитальный момент Значит Вот эта векторная Величина Она должна сохраняться Вот Обратите внимание Что здесь стоят Векторы Не просто мы складываем Величины А стоят векторы Когда вы Запомните 2 Прибавляете 2 То вы получаете Не 4 0 1 2 3 4 Вот это вот Запомните Это векторы Векторно складывается Ну и наконец Закон сохранения Четности Четность Частицы А Умноженная На четность Частицы А Большой Видите Здесь складываем Векторно А здесь умножаем Минус Единица В степени Вот этой Величины Равняется Аналогичной Величине Для Частиц В конечном Стоянии В ядерных Реакциях Происходящих За счет Славых Взаимодействиях Вот этот закон Не работает Четность Не сохраняется Ну теперь давайте Вот посмотрим Простой пример Как все это Дело работает Вот у меня имеется Ядро В ТОР-19 Видите На это ядро Налетает Протон В результате Получается Ядро Неон-20 Видите 19 плюс 1 20 9 плюс 1 10 Вот 20 Неон Теперь посмотрите Значит что мы имеем Мы имеем ядро В ТОР-19 Протон Спин протона Какой у нас Половинка Здесь Спин Ядра В ТОР-19 Видите Вот он 1,2 минус Четность Отрицательная В результате Получается Вот это состояние С моментом 1 плюс И спрашивается Куда оно будет Распадаться Видите С испусканием Альфа-чтиц Оно может Распадаться Сюда 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 Вот это Основное состояние Это возбужденное состояние Мы с вами уже Альфа-распад знаем Куда должен Происходить Альфа-распад Альфа-распад Как правило Должен происходить Так чтобы Альфа-чтица Уносила максимальную Энергию Тогда и легче Проходить через Потенциальный барьер Так И поэтому Казалось бы Должен происходить Распад Вот сюда А на самом деле Распад сюда Происходить Не может А распад Идет Вот на это Возбужденное состояние С энергией Видите Больше чем 6 МФ Вот оно 6 МФ Тройка минус А откуда это видно А это видно Вот отсюда Смотрите Момент количества Движения Вот этот Начальный 1 плюс Вот он 1 плюс Это Момент количества Движения Вот этого ядра Вот оно Здесь записано Четность Вот это И дальше Орбитальный момент Количества Движения L Здесь у нас был L равный 1 Здесь у нас L равный 3 1 плюс 3 Сколько будет 2 3 4 4 Да Есть тройка И вот смотрите Тройка позволяет нам Минус единица В степени тройка Дать распад Вот на это состояние Отрицательной четности Видите А если единица Распадается на 0 И альфа частица Тоже имеет Момент количества Движения Свой спин Равный нулю То такой распад Запрещен Поэтому распад Сюда не идет А идет вот только Вот сюда Все Значит вот этот пример Вы внимательно Посмотрите Потому что у вас На тестах Такого типа Задачи будут Ну накранец Закон сохранения Из-за спина Видите Из-за спин Частицы налетающей Из-за спин Ядра Мишени Из-за спин Частицы Которая Вылетает Из-за спин Ядра Которая остается Это Векторные величины И вот это Проекция из-за спина Третья проекция Значит Из-за спин Сохраняется В сильных Электромагнитных Взаимодействиях Это мы с вами Тоже Знаем Ну и вот Пример Я даже не хочу На него время тратить Так Показать Что в реакциях Неупругого рассеяния Идущих за счет Сильного взаимодействия Невозможно Получать Возбужденное состояние С из-за спин Едницу Почему Потому что Из-за спин Здесь ноль Здесь ноль Из-за спин Этих состояний Как Н минус з Да Дейтрон Нейтрон Протон Из-за спин Ноль Здесь из-за спин Ноль Тут ноль Ноль И поэтому Здесь только Могут получать Состояние С из-за спином Ноль А единица Может Посмотрим Каким красивым эффектом Все это дело Приводит Ну и теперь Нам Подошло время Вот так Понять А как же происходит Ядерная реакция Мы точно так же Как мы с вами Имеем модели Атомных ядер Точно так же Мы с вами Имеем модели Атомных Ядерных реакций Модели Потому что Точно описать Ядерную реакцию Очень сложно Там настолько Сложная система Которая получается Настолько сложное Взаимодействие Поэтому мы берем Различные модели В рамках которых Мы делаем Различные предположения И пытаемся Ядерную реакцию Описать Ну вот давайте Посмотрим Какие модели Вот модель Составного ядра В чем она заключается Она заключается В следующем Вот имеется ядро Налетает частица Она Входит в состав ядра Застревает там Ядро кипит И из ядра Что-то вылетает Вот модель Простая модель Очень Тогда Как мы можем Написать Сечение реакции Когда налетает Частица А И вылетает Частица Б Мы можем Написать так Влетела частица А Получилось Составное ядро С Вот оно Видите Сечение Образования Составного ядра И теперь Вероятность Распада Этого составного ядра С испусканием Частицы Б Теперь давайте Посмотрим Вот Образовалась Система Какая-то В этой системе Возможны Различные каналы Распада Распад С испусканием Частицы А Распад С испусканием Частицы Б Там Штрих Два штриха Так И так далее Много разных частиц Б Это разные частицы Б И мы это дело Считаем Вероятность распада Через Ширину распада Гамма А И здесь все каналы С испусканием частицы Б И это будет Полная ширина распада Теперь Испускание частицы Б Это что такое Это вы должны взять Вот какой-то частный канал Так И разделить на полную Ширину распада И тогда вы будете иметь Частица А Протон Налетает На ядро Образует Вставное ядро С массовым числом На единицу больше Зарядом на единицу больше Да Вот это вставное ядро Что из него вылетает Что такое гамма Вылетает Альфа-частица Раз Вылетает Протон Вылетает Нейтрон Вылетает Дейтрон Вылетает Два нейтрона Вот это и есть как раз вероятность того, что вылетает назад протон, вылетает нейтрон, вылетает два нейтрона, там вылетает одно, другое, третье. Поняли, да? Одним образом, величина гамма будет характеризовать ядро, которое образовалось в возбуждённом состоянии, и с какой вероятностью оно будет по различным каналам распадаться. Ну, давайте теперь посмотрим, насколько эта модель у нас хорошая. Вот смотрите, я беру две разные налетающие частицы, я беру два совершенно разных ядра. Вот такая реакция. Смотрите, альфа-частица налетает на ядро нитиль-60, это одна реакция. Вторая реакция, протон налетает на ядро купром-63. Видите, здесь налетающие частицы разные, здесь ядра, на которые налетают, тоже разные, так? Но что у них общего? У них общее то, что получается одно и то же составное ядро, цинк-64. И если то, что я вам сказал правильно, то это ядро цинк-64 забудет о том, как оно образовалось, вот об этой стадии забудет, и оно будет распадаться абсолютно одинаково по различным каналам. Смотрите, вот это канал реакции какой? Альфа-частица попала на ядро нитиль-60, появился цинк-64, цинк-64 распался на канал, цинк-63 плюс нейтрон. Видите, вот. И тот же самый цинк, который здесь образовался, распадается по этому же каналу. И у них сечения должны быть одинаковые, независимо от того, как они образовались. Ну, давайте посмотрим. Вот эта реакция, одна, и вот другая. Видите, это на никеле, а это на меди. Вот одна, и вот вторая. Возьмем более сложную реакцию. Два нейтрона вылетает. Видите, вот она реакция с вылетом двух нейтронов. Видите, опять все совпадает. Это никель, это медь. Здесь цинк получается 62, и тут цинк 62. Видите. Вылет протона и нейтрона. Вот реакция. Видите, опять все совпало. Таким образом, вот эти картинки, ну, лично меня, когда я учил ядерную физику, окончательно убедили в том, что вот эта модель такая простая. Почему она простая модель? В ядро попала частица, там она бурлит, кипит, так и распадается. Видите. Это модель вставного ядра, который придумал бор. Тот самый бор, который помог Резерфорду и создал модель атома. Видите, какой разносторонний человек. Модель вставного ядра, придуманная бором. Вот она, ее непосредственно. И таких реакций мы можем написать очень много. И вы увидите, что да, если вам нужно, вы хотите провести какой-то эксперимент, вы знаете, что, предполагаете, что модель может работать, тогда вы берете и спокойно считаете это. И говорите, вот должно быть такое сечение, дайте мне пучок частиц с такой энергией, так и я буду смотреть, что у меня там при этом будет получаться. Вот модель вставного ядра. Ну и теперь, для того, чтобы расписать такую реакцию, когда у вас происходит под действием нейтронов такая реакция, то она состоит из трех частей. Какая? Вероятность образования вставного ядра нейтроном М. Она будет определяться произведением трех сомножителей. Первое. Вероятность попадания нейтрона в область действия ядерных сил. Это сечение определяется вот этим. Значит, вот есть ядро, налетает нейтрон, и нейтрон должен попасть в область действия ядерных сил для того, чтобы взаимодействовать с ядром. Правильно? Здесь логика простая. Дальше. Он должен проникнуть через потенциальный барьер, войти в состав ядра для того, чтобы образовать вставную систему, и, наконец, он должен там застрять. Потому что если он не застрянет, а сразу вылетит, то это будет прямой процесс. Таким образом, вот, вероятность проникновения ядра, нейтрона внутрь ядра, и вероятность захвата нейтрона ядром. Вот это три сомножителя. Ну, для того, чтобы нам здесь особенно пока не мудрить, положим вот эту величину кси равной единице, и вот мы имеем два сомножителя. Давайте постараемся как-то понять, что у нас будет получаться. Вот теперь смотрите. Вот у меня имеется ядро. Оно имеет какой-то радиус. Ну, что в классической физике нейтрон произзаимодействовал с ядром? Что нам говорит классическая физика? Классическая физика говорит следующее. Вот есть ядро. Оно имеет площадь πr квадрат. Если нейтрон попадает в эту площадь πr квадрат, то сечение будет взаимодействием πr квадрате. Правильно? Правильно. В чем отличие классической физики и квантовой физики? Нейтрон обладает волновыми свойствами. Это не точка. Это волна. И волна, и точка. Значит, она имеет и волновые, и квантовые свойства. Значит, нейтрон имеет определенную длину волны. Частицы имеют определенную длину волны. Поэтому вместо вот этого сечения πr квадрате вы подставляете не πr квадрате, а πr плюс лямбда, где лямбда – длина волны нейтрона в квадрате. Видите? Вместо вот этого соотношения квантовая теория говорит нам о том, что вот такое соотношение появляется. Теперь длина волны нейтрона. Она легко считается. Формулу вы знаете, я вам приводил. Значит, здесь все единицы приведены так, чтобы у вас легко считать было. Вот здесь энергия нейтрона в мевах. Видите, вот здесь Е в мевах. То длина волны есть 4,5 разделить на корень из Е в мевах. Ну и давайте прикинем. Посмотрите. Ну, чтобы нам легко корень извлекать. Вот Е – один мев. Тогда какая длина волны будет? 4 ферми. Так? А размер ядра какой? Такой же. Поэтому, видите, вот эта величина удваивается. И сечение становится в 4 раза больше. Поняли, да? Поэтому работает вот эта величина. r плюс лямбда в квадрате. Хорошо. Таким образом, вот здесь сказываются вот эти волновые свойства. Вот эту формулу запомните. Вот. Это очень важное соотношение. И сегодня мы сейчас увидим, как она работает. Теперь следующий момент. Мне нужно сделать следующее. Значит, первый множитель мы разобрались. Теперь второй множитель. Нейтрон должен проникнуть внутрь ядра. Значит. Что видит нейтрон? Нейтрон видит перед собой потенциальную яму. И он должен в эту яму проникнуть. Квантовая теория говорит следующее. Вот у меня есть падающая нейтронная волна. Видите? Вот это яма. Яма характеризуется волновым числом К0. Это падающая волна, которая характеризуется волновым числом К. Вот она, падающая нейтронная волна. И здесь на границе произойдет отражение нейтронной волны. Мне надо понять, сколько вот здесь пройдет. Вот в эту потенциальную яму. Теперь квантовая теория дает нам очень простое соотношение. Проникновение частицы массы М с синтетической энергией Е и орбитальным моментом L равным нулю определяется вот таким соотношением. 4К на К0 разделить К плюс К0 в квадрате. Видите? Где К – это волна вот здесь. Видите? Она характеризуется волновым числом К. А эта волна прошедшая, она характеризуется К0. Видите? Здесь стоит 2МЕ разделить на Аш. А здесь добавляется Е. К этому Е добавляется вот эта вот потенциальная яма В0. Видите? К отличается от К0 тем, что вот здесь появляется вот эта глубина потенциальной ямы. Ну, здесь опять легко представить себе это дело. Ну, когда у вас яма не такая, а вот потенциальный барьер, ну, вы идёте, вот он, потенциальный барьер, и натыкаетесь на него. И вероятность вашего прохождения через барьеры, если у вас энергия выше вот этого барьера. Если меньше, то классическая частица пройти не может, а квантовая частица имеет определённую вероятность прохождения. Точно так же, когда вы идёте, перед вами яма, частица квантовая эту яму чувствует, и вероятность прохождения, что она окажется в этой яме, определяется вот этим соотношением. Видите? Вот этим соотношением. Таким образом, вероятность образования составного ядра будет определяться прохождением нейтрона через потенциальный барьер. Вот через этот потенциальный барьер. Ну и теперь давайте посмотрим. Положим кси равной единице, не будем пока мудрить, так, πr плюс лямбда в квадрате, и вот на это вероятность того, что частица оказалась, нейтрон оказался внутри потенциальной ямы. И вот эти те самые соотношения, которые я вам приводил на предыдущем слайде. Теперь давайте посмотрим. Вот смотрите, вот на эту картинку. Совершенно потрясающая картинка. Вот у меня имеются нейтроны. Обратите внимание, какая энергия нейтронов. Энергия нейтрона – электрон вольт. У них очень большая длина волны. То есть вот имеется маленькое ядро, а нейтрон имеет большую длину волны, поэтому он на больших расстояниях, в которых характеризуется эта длина волны, будет это ядро чувствовать. Поэтому сечение будет πr плюс лямбда в квадрате. Вот лямбда будет здесь работать, когда энергия нейтрона маленькая. И тогда сечение будет пропорционально единице на Е. Ну, а Е – это что такое? Это МВ квадрат для частиц, которые имеют маленькую кинетическую энергию. И это будет пропорционально единице на В. Опять. Смотрите, как прозрачно. Имеется ядро, нейтрон. Одно дело, он быстро пролетает мимо ядра, имеет большую энергию, а другое – вот он медленно летит мимо ядра, чувствует это ядро, ну и, наконец, взаимодействует с ним. Поэтому будет определяться скоростью вот этого нейтрона. Видите, единицы на Е. А теперь посмотрите, чему это приводит. Сечение взаимодействия нейтронов вот таких энергий, вот оно здесь приведено, с кадмием. Посмотрите. 2,6 на 10 четвёртый бар на. Что такое бар? 10 минус 24 сантиметра. 10 тысяч раз больше, чем размер ядра. Видите? Где мы это можем использовать? А если мы хотим поглотить нейтроны, мы берём и опускаем туда кадмиевый стержень. На следующей лекции я вам буду рассказывать. И кадмиевый стержень будет эффективно поглощать нейтроны. Но это хорошо, вы управляете реактором. Так? А другой процесс. Ксенон. Вот он. Здесь сечение. 3,5 на 10,6 барна. Это уже миллионы барна. Видите, насколько. Какое колоссальное сечение. По сравнению с размером ядра. Размер ядра 10 минус 13, там на что-то, но 10 минус 12 путь будет. В квадрате это барн. Так? А здесь 10,6 барн. Миллионы раз больше. Так? К чему это приводит? На следующей лекции скажу. Пусть будет для вас загадка. Это очень нехорошее ядро для, значит, вот, работы ядерных реакторов. Вот таким образом вот эта величина. И теперь давайте посмотрим, что мы имеем. Откуда берутся вот эти вот максимумы. Такие. Звенит? Ну ладно. Отдыхайте. Так, теперь, вот смотрите. Вы можете представить себе ядро, как нити-шарик, капельная модель ядра, так, в котором могут быть разные возбуждённые состояния этого ядра. Поэтому когда у вас энергия, нелетающая частица, а энергия это что такое? Ашомига. Так? Энергия совпадает с резонансной энергией ядра, то у вас наиболее сильно происходит возбуждение этого ядра. Как это себе представить? Вот представьте себе, что вы имеете шарик, на котором налеплены разные резонаторы, разные резонаторы, и я начинаю облучать переменной длиной волны. Как только у меня длина волны совпадает с частотой резонатора, так, частота падающей волны совпадает с частотой резонатора, у меня происходит наиболее сильное возбуждение данного резонатора. Возбудился, я увеличиваю частоту, ушёл от этого резонатора, возбуждается следующий резонатор, и так далее. Понятно, да? Таким образом, в ядре имеются возбуждённые состояния, и когда вы энергия вашей налетающей частицы, которую она внесла туда в ядро, совпадает с этой энергией резонанса, то у вас сечение имеет максимум. Ну, точно так же, как вы имеете в механике, в радиотехнике и так далее. Как только энергия, частота совпадает с вашей частотой, у вас наблюдается резонанс. В резонансе это называется формула Брайта-Вигнера. Видите, стоит тот же самый член Пи-Лямбда в квадрате, здесь стоит энергия, это энергия на летающей частице, а это энергия резонанса. Как только энергия совпадает с энергией резонанса, вот этот член становится максимальным, видите, отношение вот это на этот ноль, а отношение становится максимальным, и всё будет определяться ширинами этого резонанса. То есть, вот имеется ядро, которое имеет какое-то возбужённое состояние, я подхожу к этому возбужённому состоянию, на подходе к этому у меня сечение увеличивается, достигает максимум, когда энергия совпадает с энергией резонанса, ухожу от него, сечение падает. Вот это та самая картинка, которую я вам показывал. Вот она, смотрите, вот я меняю энергию нейтрона, видите, подошёл к резонансу, вот сечение увеличилось в резонансе, дальше я ухожу от резонанса, сечение падает, я попадаю на второй резонанс, видите, второй резонанс, вот третий резонанс и так далее. Таким образом, в области низких энергий, низких энергий, а что такое низкие энергии? Вот смотрите, нейтрон с энергией 0 МФ, захватывается ядром А, получается ядро А плюс 1, чему будет равна энергия возбуждения ядра А плюс 1? Ну-ка, скажите, 0 или нет? Она будет равна энергии связи нейтрона в ядре А плюс 1. Почему? А потому что вот ядро А плюс 1, я пытаюсь из него вытащить нейтрон, какая мне энергия нужна? Энердия отделения нейтрона, правильно? И тогда у меня остаётся ядро А с нулевой энергии. Правильно? Таким образом, смотрите, я беру ядро А, ядро А захватывает нейтрон, и оно оказывается сразу в области энергии возбуждения 8 МФ, а уровней там много, и поэтому там идут резонансные ядерные реакции, идущие через формулу Брайта-Вигнера. Ну а теперь давайте посмотрим, посмотрите, по мере того, как я буду увеличивать энергию нейтрона, у меня ширины уровней будут увеличиваться, плотность уровней будет увеличиваться, потому что число возможностей распада увеличивается, и у меня резонансы начнут перекрываться, и по мере того, как я ухожу туда к более высотим энергиям, уже никаких резонансов нет, а все они перекрылись, и получается вот такое более-менее плоское сечение. Понятно, таким образом нейтроны малых энергий, они проявляются в виде резонанса, они приводят к тому, что πr плюс лямбда в квадрате, видите, сечения колоссальные совершенно, а что будет, когда мы будем иметь нейтроны высоких энергий? Едница на е, корень, так, подставляем туда 100 мэв, уже лямбда никакой роли тут у меня не играет, и сечение будет определяться πr в квадрате. Понятно, да? Сечение πr плюс лямбда в квадрате, лямбда оказывается маленькой, сечение πr в квадрате. Посмотрите, потрясающий способ. Я беру быстрые нейтроны с энергии там 100 мэв, бросаю на ядро, смотрю, сколько нейтронов у меня провзаимодействует с ядром, и я определяю размер ядра. Потому что πr в квадрате вот размер ядра. И я получаю разные методы определения размеров ядра. Я рассеиваю на ней частицы, электроны, я рассеиваю из альфа-распада, я знаю, какой у меня размер ядра, из опытов по рассеянию нейтронов я узнаю размер ядра, и все это должны концы с концами сойтись. Вот теперь давайте посмотрим на картинку, как ведет себя сечение взаимодействия быстрых нейтронов, а вот как раз здесь, с энергией больше, чем мэв. Вот, r плюс лямбда, вот эта лямбда у нас исчезает, и у нас получается сечение πr в квадрате. r у нас 1 и 2, а в степени 1 треть, и вот смотрите, вот это, а в степени 1 треть, а это вот сечение, которое получает. А откуда берутся волны? Вот эти вот волнистые кривые. Почему волны? Они просто вот так монотонно спадают. А мы с вами знаем, есть падающая волна, есть волна рассеянная, между ними существует интерференция. Вот эта интерференция, вот она и есть. Ну, а теперь посмотрите, вот это сечение на свинце, видите, у свинца радиус больше, вот оно, это сечение на кадмии, вот оно, а это сечение на меди, вот меньше. Таким образом, мы с вами получаем еще один метод определения размеров атомных ядер, рассеяние быстрых нейтронов. Вот есть тонкости, так, но это не нужно вам. Запомните πr в квадрате, иначе я вас запутаю. Если начнут тонкости слишком много рассказывать. Ну, теперь возникает вопрос. Хорошо, вот мы видим, что есть реакции, которые идут в результате быстрых процессов, есть результаты, которые идут в результате реакции через составное ядро. А какие же причины делают составное ядро долгоживущим? Ну, во-первых, вот смотрите, когда ядерная частица впадает в ядро, между ядром и ядерной частицей происходит сильное взаимодействие. Это значит, что она быстро-быстро теряет свою энергию и запутывается там. Вот это первая причина. Налетающая частица в результате сильного взаимодействия запуталась в ядре, передала всю свою энергию всем другим частицам, так, ну, а теперь сиди и жи, пока все это дело на какой-то частице сконцентрируется, чтобы она могла из ядра вылететь. Вот, пожалуйста, одна из причин образования составного ядра. Дальше, малая проницаемость потенциального барьера. Ну, смотрите, одно дело, когда у вас на ядро падает нейтрон и вылетает нейтрон, так, а другое дело, реакция падает нейтрон, вылетает протон или альфа-частица. Протон и альфа-частица надо пройти через потенциальный барьер. У нейтрона только потенциальный барьер связан с орбитальным моментом. Мы с вами это знаем, да? Вот. Таким образом, вторая причина прохождения через потенциальный барьер. Третья причина. Вылет частиц затруднен из-за разных выполнений разных законов сохранения и правил отбора. Частица, которая должна уносить большой орбитальный момент, вот то, что меня спрашивали, так, она уносит большой орбитальный момент, значит, это будет распад подавлен по сравнению с тем, когда орбитальный момент равен нулю. Значит, законы сохранения должны здесь работать. И, наконец, под действием гамма-квантов. Гамма-квант это исключительно красивая частица. она очень много нам таких красивых, ярких представлений о ядре дала. Но гамма-квант очень сильно перестраивает ядро. И поэтому эти процессы происходят за счет электромагнитного взаимодействия. А электромагнитное взаимодействие константа одна 137-я. Помните, да? А константа сильного взаимодействия единица. Поэтому вот эти процессы тоже будут проходить сильно подавленным по сравнению с характерным ядерным временем. Здесь минус 22-23 секунды. Таким образом, вот это причины, по которым у вас образуется составное ядро. Видите, физика здесь какая. Почему? Ядро живет долго. Потому что частицы трудно вылететь из ядра, закон о сохранении ей мешает, барьеры всякие мешают, мешает то, что рядом соседи, которые пытаются у нее отнять эту энергию. Вот это все мешает и в этом приводит к тому, что у вас образуется составное ядро. Теперь дальше смотрите, прямой процесс. Прямой процесс заключается в том, их можно назвать два процесса – срыв и подхват. В чем заключается процесс срыва? Смотрите, вот я имею дейтрон. Дейтрон состоит из протона и нейтрона. И вот ядро А. Дейтрон подлетает сюда к протону. В результате ядро А захватило нейтрон, образовалось ядро А и нейтрон. Вот оно, видите, основное ядро. А протон полетел. Вот он, протон полетел. Это называется реакция срыва. С дейтрона сорвали нейтрон и поместили его вот сюда. И одновременно может быть такой процесс. Смотрите, летит протон, видите, вот это ядро А плюс один, оно из этого ядра подхватило нейтрон, вот он, видите, тут дырка образовалась, нет нейтрона, получилось ядро А, а нейтрон прицепился к протону и полетел дейтрон. Видите, это называется реакция однонуклонной передачи. Значит, в одном случае дейтрон передает нейтрон сюда, в другом случае протон подхватывает нейтрон из этого ядра и летит в виде дейтрона. Ну и теперь смотрите, изучая вот эти реакции, я могу понять, что, во-первых, куда садится вот этот вот нейтрон в этом ядре, могу понять, откуда вырывается нейтрон из этого ядра и что это мне дает. Это мне дает информацию о том, на каких оболочках находятся протоны и нейтроны в ядре. Понятно, да? Я знаю, откуда я вырвал, знаю энергию частиц, вот сейчас мы с вами посмотрим, и тем самым я могу сказать, подтвердить и проверить оболочную модель ядра. Вот смотрите, вот реакция, ядро А, вот оно, налетает на него протон, энергия протона 100 мэв, это значит, длина волны протона гораздо меньше, чем размер ядра. Налетает протон, и теперь смотрите, энергия протона Е0, Е0, энергия налетающего протона, вот она, на что она будет расходоваться? Она будет расходоваться на то, чтобы из ядра вот, выбить один протон, и второй протон, который вылетает, видите, вот энергия вылетающих протонов, при этом ядро будет получать какую-то энергию отдачи, вот это, а избыток энергии, вот эта разница, между вот этой величиной, налетающей, и что осталось у меня в конце, в возбужденных состояниях, дает энергию связи нуклона на оболочке, видите, возьмем ядро кальций-40, кальций-40, что это за ядро? Кальций-40 имеет полностью заполненную оболочку 1С, оно имеет полностью заполненную оболочку 1П, и оно имеет полностью заполненную оболочку 1Д2С, видите, 1Д2С, вот они, 1Д2С, Если у меня вырывается нуклон из-за волочек 1D3,2, а так D-оболочка, это верхняя оболочка, да, D3,2 и следующая оболочка D5,2, видите, это вот есть спиноорбитальное расщепление, вот посмотрите, то вероятность выбивания протона из-за волочек 1D3,2 будет даваться вот такой функцией. Выбивание протона из-за волочек 1D5,2, видите, она более глубоко расположена при большей энергии. Вот это информация о том, как расположены протонные уровни в ядре кальций-40. Вы берете разные ядра, облучаете их протонами, облучаете их электронами, так, смотрите, что у вас вылетает, определяете энергию, и отсюда вы сразу можете сказать, что из себя представляет оболоченная модель ядра. Понятно, да? Таким образом, прямые ядерные реакции дают нам информацию о том, как расположены нуклонные состояния в ядре. Теперь, а что дает нам реакция, когда у меня реакция DP, нейтрон сел? Нейтрон может сесть только на свободной оболочке, и поэтому он садится на эти оболочки, я смотрю, сколько нейтронов может сесть на разные оболочки, отсюда я определяю G, потому что число нейтронов, которые может сесть на данную оболочку, 2G плюс 1, помните, да? Если G равно сколько, ну, допустим, 3 вторых, то сюда может сесть 4 частицы со спинным плюс 3 вторых, плюс 1 вторая, минус 1 вторая, минус 3 вторых, 4 частицы. Я знаю положение этой оболочки и знаю, сколько туда может сесть нейтронов. Чем больше свободного места, тем больше вероятность того, что нейтрон сядет на эту оболочку. Физика здесь совершенно прозрачна. Таким образом, изучая вот эти вещи, мы с вами получаем представление о свойствах, о структуре атомных ядер. Ну, теперь смотрите. Взаимодействие гамма-квантов с атомными ядрами. Здесь ситуация исключительно красивая. Мы берем фотоны маленьких энергий. Что такое маленькие энергии? Это энергии, когда энергия меньше, чем энергия отделения нуклона. Тогда что происходит? У вас происходит следующее. Фотон возбуждает какое-то состояние в ядре, возбужденное состояние. Какое это состояние? Коллективное состояние, вращательное состояние, колебательное состояние. Вот он возбудил, ядро поколебалось там в этом состоянии, возбудилось, перешло в более низкое состояние. 6+, 4+, 3+, 2+, и в результате я вижу вот такие вот печки, видите, которые имеют какие-то энергии, которые характеризуют энергию вот этих возбужденных в состоянии ядра. Дальше я увеличиваю энергию фотона. Что при этом происходит? Смотрите. Фотон видит ядро. Но пока он видит в целом, что ядро состоит из протонов. Сколько там протонов, как-то они там находятся. Я пока тонкости не вижу, потому что длина волны у меня еще пока большая. Так, но электромагнитная волна начинает колебать протоны относительно нейтронов. Возникает вот такой гигантский дипольный резонанс. Посмотрите. Вот он. Видите? Это под действием падающей электромагнитной волны протоны колеблются относительно нейтронов. Дальше я еще уменьшаю длину волны. Теперь он уже не видит ядра. Я очень близко подошел к лесу. Я лес не вижу. Я вижу отдельные деревья. Я вижу отдельные нуклоны в ядре. И он что делает? Он возбуждает нуклоны. Видите? Вот возбуждает отдельные нуклоны. Это возбужденное состояние нуклона в ядре. Таким образом, посмотрите. Вот какая физика? Большая длина волны резонанса Брайта-Вигнера. Уменьшаю длину волны колебания всего ядра. Еще уменьшаю длину волны. И вижу теперь отдельные нуклоны. Могу возбудить эти отдельные состояния в нуклоне. Причем посмотрите, что очень интересно. Если вы возьмете вот в этой области энергии сечение и отнесете к числу нуклонов в ядре, то вы увидите, что картинки абсолютно одинаковые. Вот это сечение возбуждения протона. Это сечение возбуждения протона в ядре берилли. Это в ядре свинец. Это в ядре купром. Видите? Вот он. Таким образом, посмотрите, вот он видит протон, гамма-квант внутри ядра, и ему все равно, в каком ядре, потому что он видит отдельный протон внутри ядра. А какие там у него соседи, он не видит. Он взаимодействует только с отдельным протоном внутри ядра. А теперь посмотрите, ну вот вы, мы с вами говорим о том, что фотон падает на ядро, в результате там возбуждаются колебания. Если ядро сферическое, то у меня сколько будет гармоник? Одна. Потому что колебания вдоль этой оси, вдоль этой оси будут одинаковые. А если ядро у меня эллипсоид, то колебания вдоль этой оси одна величина, колебания вдоль этой оси другая величина. И поэтому, изучая сечение взаимодействия фотона вот в этой области, я получаю исключительно красивую картинку. Если у меня ядро сферическое, то у меня будет вот здесь один максимум. Вот он. Видите? Один максимум. А если ядро деформированное, то этот максимум расщепляется на две компоненты. Вот такая будет. Вот. Один и второй. Видите? Две компоненты. И это даёт мне информацию, вот очень просто, так, о том, какая форма атомного ядра, какие там возникают колебания и так далее. То есть это вот взаимодействие фотонов с атомными ядрами даёт мне вот такую достаточно интересную информацию о свойствах атомных ядер. Теперь давайте посмотрим. Ещё очень интересная ситуация. Вот у вас имеется ядро циркония 90. Циркония 90 – это ядро, которое имеет 40 протонов и 50 нейтронов. Видите? 40 протонов и Z40, а массовое число 50. Поэтому у него изоспин этого ядра будет чему равен? N минус Z пополам. Изоспин этого ядра в основном состоянии. Вот, видите? N минус Z пополам. 50 минус 40 – 5. Вот оно. Вот это изоспин основного состояния. Под действием фотонов у вас может возбуждаться две ветви гигантского дипольного резонанса. Одна с изоспином равна изоспином основного состояния. Вот она здесь расположена. А вторая с изоспином на единицу больше. Вот она. Изоспин здесь будет равный 5, и он располагается при энергии 15 МФ, а изоспин в состоянии с энергией 6 МФ располагается при энергии 25 МФ. Видите? Разница 10 МФ. Теперь давайте посмотрим, как эти состояния могут распадаться. Вот это состояние, если распадается с распусканием нейтронов, видите, получается ядро цирконии 89, у него Z опять то же самое, что и здесь, 40, а число протонов, число нейтронов на единицу меньше. Поэтому здесь изоспин будет 9 вторых. Здесь распад с спусканием протонов. Когда испускается протон, получается ядро И3,89. Видите? Изоспин будет 11 вторых. Ну, теперь давайте посмотрим, что может происходить. Если изоспин 11 вторых, изоспин здесь пятерка, изоспин протона 1 вторая, 5 плюс 1 вторая, получается 11 вторых. Правильно? Правильно. Здесь 6 плюс 1 вторая, получается 11 вторых. То есть протоны могут распадаться сюда и сюда, из этого состояния и из этого состояния. Теперь давайте посмотрим с нейтронами, что происходит. Изоспин здесь 9 вторых, здесь у меня половинка, значит, 9 вторых плюс половинка, пятерка получается. Здесь 9 вторых плюс половинка, шестерка не получается. Все. Таким образом, что мы имеем? Мы с вами имеем такую ситуацию. Нейтроны вот отсюда могут распадаться вот отсюда сюда, а сюда распадаться не могут. Протоны могут распадаться отсюда сюда и отсюда сюда. Но здесь энергия протонов будет меньше, чем здесь. Видите, энергии возбуждения больше. И поэтому здесь протоны распадаются из этих двух состояний, а нейтроны только вот из этого состояния. Вот нейтроны распадаются из этого состояния. Вот они, видите, 15 мФ, вот они 15 мФ. А протоны распадаются преимущественно из этого состояния, потому что их энергия большая. Видите, и мы имеем, если я буду измерять сечение реакции с вылетом протонов и сечение реакции с вылетом нейтронов, я обнаружу, что у меня гигантский резонанс в разных местах находится. Протонный канал дает максимум вот здесь, нейтронный канал дает максимум здесь. Видите, как красиво? Вот свойства атомных ядер отражаются на том, как происходит распад этих состояний. Ну вот то, что я вам говорил, вот здесь все написано. Теперь очень интересное свойство фотонов. Фотон имеет спин, равный единице. И поэтому, когда он движется в пространстве, за счет того, что существует квантовая флюктуация, он может превращаться в частицы, смотрите, фотон превращается в частицы со спином единицы. Во что он может превратиться? Он может превратиться в ромезон, частицы со спином единицы, омегамезон и фимезон. Видите, вот фотон летит, и он превратился в виртуально-векторный мезон. Вот он, вот этот векторный мезон. И он может, друзья, действовать при этом с нуклоном. вот он и теперь весь вопрос том с какой вероятностью он превращается вот в этот векторный мизон и что происходит вот этот фотон него что не превратился видите он чувствует весь объем ядра вот этот фотон вот здесь превратился векторный мизон но он взаимодействует с оконуклонами которые находятся на поверхности вот эти фотоны будут пропорциональное сечение а полному числу наклона в ядре а вот эти фотоны будут пропорционально числу наклонов которые находятся на поверхности а число наклона который находится на поверхность чему равно r квадрат или а в степени 2 3 и вот мы когда измеряем сечение мы видим что сечение вот действительно хорошо аппроксимируется вот такой формулы вот это взаимодействие гамма-квантов с ядрами энергии у нас высокие здесь ведь какие красивые картинки необычные физику надо иметь фантазии для того чтобы все это себе представлять и потом сказать вот так может быть давайте поверим так или не так вот физика по существу это физика людей которые обладают очень большой фантазией люди которые не зацикливаются на том что им сегодня известно они могут выйти за пределы этого но естественно конечно фантазируем имея под собой хорошую твердую основу знаний классической физики ну теперь давайте посмотрим мы с вами знаем о том что когда у меня альфа-частица наледает на атомное ядро энергия альфа-частица у меня маленькая то рассеяние описывается формула резерв форда а чего она зависит она зависит от z альфа-частицы это двойка она зависит от ядра на котором происходит рассеяние за это здесь почти золото это генетическая энергия на летающие частицы и это синус четвертой степени вот синус четвертой степени как раз я определил то что ядро точечное вот здесь спрятан точное ядро теперь что такое альфа-частица чтит со спином 0 так ядро со спином 0 альфа-частица имеет энергию маленькую какая энергия несколько мэф 5-6 мэф опции резерв форда так сама масса альфа-частица маленькая и поэтому альфа-частиц видит массивное неподвижное ядро на котором она рассеивается не сдвигая его с места и в результате у меня вот происходит такое рассеяние на точном рассеивающем центре а теперь я беру электроны я хочу понять как у меня устроено атомное ядро я беру электроны в чем будет отличие рассеяние электронов от рассеяния на уклоне точно рассеяние будет по двум параметрам мы с вами знаем что электрон имеет спин вот он имеет спину он летит в этом направлении если он рассеивается и рассеивается назад то должно произойти переворот спина так а переворот спина будет подавлен вот этим вот членом косинус квадрата это пополам поэтому по сравнению с формами резерв форда видите вот появляется вот этот член это первое и 2 появляется еще вот этот вот член который описывает то что энергия электрона может составлять очень большую величину гэвы и тогда на летающие частицы будет сдвигать протон будет сдвигать частицы которые на которых она рассеивается и поэтому возникает вот этот вот член посмотрите если энергии на летающие частицы будет гораздо меньше чем масса ядра на котором происходит рассеяние то есть член за нулится и мы будем есть вот эту вот форму теперь здесь стоит 2e а формуле же форда стоит 4e откуда эта величина в классической физике энергии частицы mv квадрат пополам в квантовой физике mc квадрат вот отсюда двойка исчезла видите вот таким образом вот мы записали формулу теперь что здесь дополнительным в сравнении с формула резерв форда первое мы учились пин мы учили то что у меня частица а теперь может взаимодействие с ядром это ядро с места сдвигать отдачу ядра может появиться и что мы не учли мы пока что не учили то что вот рассеивающая частица имеет размер мы исходим из того что размер ее равен нулю нулевой размер ну и теперь берем эксперимент берем электроны рассеиваем и получаем вот эта формула эта формула мото то которую я вам показывал я вижу что у меня сечение рассеяния отличается от того что дает мне формула мото а где различие а различие связано с тем что я до говорил что ядро точечная на самом деле она не точечная и когда электрон налетает он видит отдельные фрагменты внутри этого ядра рассеиваются на этих фрагментах я вам уже об этом рассказывал и поэтому появляется вот этот вот форм-фактор форм-фактор фактор форма ядра и дальше измеряя сечение рассеяния под разными углами зная как должно происходить рассеяние на точном ядре мы получаем представление о том что из себя представляет как распределена материя внутри атомного ядра вот мы это с вами получаем и вот посмотрите если у нас ядро точечная то форм-фактор но будет константы вот постоянная величина если распределение материи вот такое экспоненциальная то форм-фактор будет представлять себе вот такую величину если форма гауссовская вот такая то вот такое распределение так далее таким образом измеряя вот эту величину форм-фактора я определяю как у меня распределена материя внутри ядра ведь я получил новое представление о том как устроена атомное ядро и что я отсюда имею я имею вот смотрите какую картиночку вот смотрите размер атомного ядра но определяется следующим радиусом атомного ядра видите это расстояние на котором плотность ядерной материи уменьшается в два раза радиус атомного ядра дается вот этой формула все атомные ядра имеет вот такую периферию тяжелые ядра у которых плотность ядерной материи изменяется от 0 9 до 0,1 так это ширина составляет примерно для всех ядер одна и та же величина два с половиной ферме и плотность распределения ядерной материи определяется вот такой формулой ро 0 это вот плотность здесь в центре ядра вот и вот посмотрите рассеяние электронов на ядре кальций 40 и на ядре кальций 48 видите очень похоже здесь уменьшено в 10 раз а тут увеличено в 10 раз эти картинки вы теперь уже знаете с чем они связаны они связаны с тем что вот у вас имеется электрон эта электронная волна имеется рассеянная волна интерференция дает вот эти дифракционные максимум минимума вот они мы с вами их наблюдаем ну до сих пор мы с вами говорили о относительно простых вещах о том что у нас имеется энергия частиц которые составляют ну близко порогу реакции 5 мая 10 мая изучаем возбужденное состояние ядер и так далее так а что будет если мы энергию столкновение возьмем очень большой но я мужик говорю что для этого что мне нужно не нужно чтобы использовать не просто взял какой-то мишень и бросил на нее частицы высоте энергии а я для того чтобы пустую не тратить я делаю столкновение частиц столкновение частицы что вся энергия у меня уходило в образование частиц новых энергии новые частицы и вот церни был построен такой ускоритель вот он ведь сверху как он расположен видите над ним город находится он заглублен внизу под городом он представляет из себя вот мы говорим ускоритель церна на самом деле это очень сложное образование вот здесь начинается ускорение протонов видите вот здесь здесь начинается ускорение ядер свинца вот второй ускоритель дальше они попадают в предварительный ускоритель вот здесь здесь частицы имеет энергию 0,3 скорости света попадает во второй ускоритель здесь они имеют энергию 87 сотых от скорости света дальше Значит, из этого ускорителя они попадают вот в этот ускоритель, из этого ускорителя они попадают вот в этот ускоритель. А здесь они уже имеют 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас ещё больше. Отличие в девятом знаке о скорости света. Видите, с какой скоростью сталкиваются у меня частицы. Значит, они столкнулись. Ну, для того, чтобы они столкнулись, надо их ускорить. Вот во всех этих ускорителях вот этот вот самый большой ускоритель. Вот его тоннель. Посмотрите, вот длина тоннеля 27 километров. Здесь стоят вот эти вот секции, которые создают переменное поле. И каждый раз, когда протон или ядро попадает, он получает импульс, с большей энергией выходит, летит сюда. Для того, чтобы пучок не разваливался, вслед за этими стоят секции, в которых у вас происходит фокусировка частиц. Магниты стоят здесь квадрупольные. Всё это дело. Вот так держится пучок. Вот он так крутится по этому туннелю 27 километров. И, наконец, в четырёх точках. Вот они, четыре точки. Вот одна точка, вот вторая точка, третья, четвёртая точка. Это точки, в которых, почти максимально сжаты, находятся четыре основных детектора ЦЕРНа. Это вот эти вот детекторы. Посмотрите. Вот, детектор АТЛАС. Но для того, чтобы вы себе представили, имели представление о масштабах этого детектора, вот, видите, стоит человек. Вот он, маленький человечек. А это вот детектор. Значит, он состоит... Вот отсюда один пучок входит, отсюда входит второй пучок. Здесь происходит столкновение. Здесь всё забито электроникой. Частицы, которые сталкиваются, они вылетают, оставляя следы в этих камерах, создают ионизацию. Те частицы, которые имеют маленькие индиционные потери, они вылетают и регистрируются вот в этой внешней части. Ну, это так хитро устроены детекторы для того, чтобы все частицы, которые только там появляются, определить. Для каждой частицы я должен определить её энергию, я должен определить импульс. Тогда, зная энергию, импульс, я могу определить массовую частицу, зная, как она там искоривается в магнитном поле, а всё это дело помещается в магнитное поле, я могу определить заряд частицы, положительно она или отрицательная. И второй детектор, это детектор АТЛАС, а это вот детектор CMS, видите, он разобранный, вот это центральная часть этого детектора, видите, он отъехал, это одна половинка, это вторая, вот тоже человек, видите, тоже очень маленький в сравнении с этим. Ну и, наконец, вот столкнулись два ядра, свинец плюс свинец. Посмотрите, что происходит. Происходит образование, видите, вот это влетающие частицы из этой области взаимодействия. Это детектор АЛИСа измерил импульсы и энергии каждой из этих частиц. Что при этом происходит? При этом происходит образование кварк-глионной плазмы. В начальный момент никаких частиц нет, есть смесь кварковых глионов. По мере того, как они отодвигаются из точки взаимодействия, кварк-глионы образуют адроны, мизоны, электроны там образуются и так далее. Всё это разлетается, всё это дело каждую частицу мы сам тщательным образом измеряем. Частиц сотни, тысячи. Измерения это очень сложные. И мы, как правило, на начальном этапе, ну, когда у нас были пузырьковые камеры, сидели, глазом смотрели на всё это дело. Ну, тогда вот я начинал своё образование в области ядерной физики. Были электроны, протоны, нейтроны, и было предсказано, что должен быть пемизон. И поэтому нам ещё о пемизонах рассказывали немножко. Когда я уже кончал физфак, уже чтиц было сотни, и стала совершенно другая физика. Абсолютно другая. Мы вышли на другой уровень материи, строение материи. И вот, вначале сидели, глазом смотрели, обнаружили одни частиц, потом уже стало это невозможным, потому что картинок этих были миллиарды. Поэтому были построены специальные машины, которые просматривали вот эти снимки, получали фотографии и определяли. Всё нормально, значит, в помойку. Чего-то не получилось. Импульсы не сходятся, частица какая-то неожиданная. Тогда садился человек, смотрел, закон сохранения энергии, импульса, не потеряли ли чего-нибудь, какая-нибудь нейтральная. Частица, которая не измерилась. О! Новая частица. Тысяча первая. Поняли, да? Частица в возбуждённом состоянии, новой кварке. Вначале, когда была создана кварковая модель, было известно три кварка. У, Д и С. Потом появился четвёртый кварк, потом появился пятый кварк, потом появился шестой кварк. В природе восстановилась симметрия. Три семейства лептонов, три семейства кварков. А сегодня, если у меня спросите, есть четвёртое семейство? Это вам уже отвечать на этот вопрос. Но, видите, строение физики частиц шло таким образом. Было вначале просто, неделимое, атом. Потом Менделеев показал, что на самом деле исходя из анализа таблицы, он предсказал три новых элемента. У него там дырки образовались в его системе. Галли, Германии и Силен, по-моему. Так, вот эти три ядра он предсказал, и были открыты, не ядра, а химические элементы. Три эти элементы были открыты. Дальше вот мы строим таблицы элементарных частиц, опять теперь их сотни. Так, новый уровень материи, кварт и лептоны. Что дальше? Ну, дальше нам неизвестно. Ну, на этом уровне находимся. Но, смотрите, природа нам дала одну очень интересную подсказку. До сих пор все частицы, о которых мы с вами говорили, можно было отделить и отдельно увидеть в свободном состоянии протоны, нейтроны, электроны, адроны и так далее. А кварки в свободном состоянии мы увидеть не можем. Они всегда связаны внутри адрона. Поэтому, как устроена дальше материя вот на этом более низком уровне, на более фундаментальном уровне, дошли ли мы до этих самых фундаментальных частиц, будут ли иметь электрон, структуру, будет ли иметь структуру кварк, как устроено цветное взаимодействие, мы на сегодняшний день пока не знаем. Но я думаю, что в ближайшее время будем знать. Ну и, наконец, давайте посмотрим вот последнюю картиночку. вот здесь мы с вами научились ускорять не только стабильные частицы, но мы научились получать пучки радиоактивных ядер и тем самым получаем информацию о ядрах, которые удалены от полосы бета-стабильности. Опять получаем радиоактивное ядро, ускоряем это радиоактивное ядро, как предложил нам Резервфорд, сталкиваем, смотрим, куда все это дело разлетается, как разлетается, и тем самым мы получаем представление о том, как взаимодействуют ядра, которые сильно перегружены протонами, сильно перегружены нейтронами. Это вот физика ядер, которая удалена от полосы бета-стабильности. Ну и вот здесь основные выводы, то, о чем я вам говорил. Все, спасибо вам за лекцию, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ